Много лет назад в Петрограде жил один писатель. Разошел к нему его старый друг детства, моряк, штурман дальнего плавания. Стал рассказывать о своих морских приключениях. И так у него интересно получалось, что писатель вдруг предложил гостю. «Борис, а почему бы тебе не написать рассказ? У тебя может получиться». Тодд в ответ только усмехнулся и рукой махнул. «Ни к чему, мол, да и времени свободного нет». А через несколько дней принес тетрадку с рассказом. Писатель взял карандаш, чтобы поправить, где плохо вышло. Стал читать. «Удивительно, ничего поправлять не нужно. Готовая работа. Бери и неси в редакцию». Вскоре рассказ и в самом деле был напечатан в детском журнале «Воробей». С этого все и началось. «Моряк» стал известным писателем Борисом Житковым, автором многих книг. Борис Житков родился в Великом Новгороде 30 августа 1882 года. Детство провел в Одессе. Получил начальное домашнее образование, а затем окончил Одесскую пятую гимназию. Отец будущего писателя, преподаватель Новгородского учительского института, издавал книги собственного производства. По его книжкам на протяжении долгих лет дети познавали азы алгебры, арифметики, геометрии. А мама Татьяна Житкова – популярная пианистка. Своим одноклассникам-гимназистам Борис Житков казался важным, гордым и даже надменным. Молчаливый, сдержанный. Он мог за целый день не проронить ни единого слова. У него все было каким-то необыкновенным, не таким, как у всех. И то, что жил он не где-нибудь, а в самом порту. И что трое его дядей были контр-адмиралы. И что у него есть собственная лодка с парусом и небольшой телескоп. Гимназию Борис окончил в 1901 году. И в том же году стал студентом Императорского Новороссийского университета. Молодой человек решил посвятить свою жизнь естественным наукам. Уже учась в вузе, Житков всерьез увлекается музыкой. Он играл на скрипке, хотя спустя несколько лет переключился на фотографию. У него неплохо получалось. Жаль только, что ни один из снимков не сохранился для потомков. Много времени уделял Житков и физическому развитию. И будучи студентом третьего курса, занимался парусным спортом. Борис окончил университет и достаточно долго не мог найти себе подходящую работу. Один из знакомых посоветовал Житкову податься в моряки. Он вышел в море несколько раз, а потом решил, что пора сдавать экзамены на знания штурма. Уже в новом качестве Житков побывал в Турции и Болгарии. Творческая биография Бориса Житкова стартовала достаточно поздно. Но если разобраться, то он начал писать именно благодаря своей насыщенной событиями жизни, которые легли в основу его произведений. Борис делал ежедневные записи в личном дневнике, посылал домой письма, постепенно отшлифовывая писательское мастерство. В 1909 году он получает новое назначение. Житкова назначают на должность капитана на научно-исследовательское судно, которое следовало по Енисею. Вернувшись из столь увлекательного путешествия, Житков решил, что ему нужно продолжить образование и становится студентом Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Он остановил свой выбор на отделение судостроения. В 1910 году в качестве рабочего металлиста Борис уехал в Данию на практику, а спустя два года принял участие в кругосветном путешествии, которое было для него первым. Борис оказался под большим впечатлением от азиатских стран – Индии, Японии, Китая. Позже Борис Житков переезжает в Петербург. Здесь он приносит рукопись своего рассказа «Злое море» в редакцию. Членам редакции произведение понравилось, и его напечатали буквально спустя несколько месяцев. Биографам Бориса Житкова удалось посчитать творческое наследие писателя. Оказалось, что оно состоит из 74 очерков, 59 рассказов и повестей, 7 романов и 14 статей. У самого Житкова всегда были собаки и кошки, а однажды даже ручной волк. Кошки у него давали лапку и шли на свист, а этого добиться от кошки очень трудно. У Житкова есть рассказ про обезьянку, про маленького бесстрашного и проказливого макаку Яшку. Такую обезьянку ему действительно подарили, когда он еще учился в Одесской гимназии. Борис Житков приобрел славу детского писателя. Именно для детской аудитории он создал большинство своих произведений. Он любил рассказывать о животных. Храбрый утенок, беспризорная кошка, про слона, про обезьянку, галка. Эти простые и бесхитростные истории учат различать добро и зло. Борис Житков писал и о храбрых, честных, щедрых людях, мастерах своего дела, морских капитанах, охотниках, летчиках, рыбаках и пожарных. В своих произведениях он воспевал такие человеческие черты, как усердие, самоотверженность, а самое главное – чувство ответственности. Уникальные истории Бориса Житкова открывают окружающий мир и заставляют наше сердце биться с интересом. История про храброго утенка, который сражается со стрекозой или пытается донести рыбку, не оставит вас равнодушной. Интересно, могут ли животные быть нашими друзьями? Могут ли помогать и слушаться? А может быть, они даже могут спасти нас от беды? Одно известно точно – с ними скучно не будет. Беспризорная кошка пришла из города, раскопала по шире кроличью нору, кролика выгнала и стала жить по-дикому. Привыкнет ли одичавшая кошка к человеку и подружится ли она с собакой? Вы узнаете, если прочитаете этот рассказ. Целое приключение для мальчишки – получить в подарок макаку по имени Яшка. Не более полуоршина, рыжую, с черными лапками, в синем жилете, с жалобной мордочкой и глазками живыми, дошканливыми. Но мальчик, восхищенный питомцем, поначалу того не замечал. Ох и задал же Яшка жару домочадцам и знакомым. Век помнить будут. Из захватывающей истории мангуста вы узнаете о веселых и опасных приключениях двух смышленых зверьков, которых простодушный моряк принес на корабль. За нехороший поступок ребят пострадал ни в чем не виноватый пес. Помогут ли своему домашнему любимцу дети, вы узнаете, прочитав рассказ Бориса Житкова «Пудя». Почему бабушкина кошка вовсе не боится горячей плиты? Какие бывают столовые на пароходах? Больно ли кусается электричество? На все эти вопросы у мальчика Алеши, главного героя книги Бориса Житкова «Что я видел» есть ответы. Он путешествует вместе с бабушкой и открывает для себя мир. Милые, добрые, забавные истории будут интересны и маленьким читателям, и их родителям. Борис Житков много ездил по бывшему Советскому Союзу. Побывал он и в кругосветном плавании. В этом путешествии было много хорошего и трудного. Случались пожары, пушевали метели, ветры ломали льды и уносили в море рыбаков. Обо всем этом и рассказывает писатель в своей книге, которая полюбилась многим поколениям читателей. У бабушки на полке стоит великолепный белый пароходик. А в пароходике наверняка живут крошечные человечки. Внук Боря всячески старается их поймать. Ах, как жаль, что бабушка не разрешает брать пароходик в руки. Однако Боря придумывает, как ему поймать человечков. «Помощь идет» – это цикл коротеньких рассказов, зарисовок о мужественных спасателях, которые выручали людей, оказавшихся в сложных и экстренных ситуациях. Многие из произведений Бориса Житкова вдохновили отечественных мультипликаторов на создание мультфильмов для детей. Например, мультфильм «Кнопочки и человечки» снят по мотивам рассказа «Как я ловил человечков». А в основу мультфильма «Почему слоны» лег рассказ с названием про слона. Помимо мультфильмов сняты художественные фильмы «День ангела», «Морские рассказы», «Шторм на суше». Самуил Яковлевич Маршак увековечил Бориса Житкова в своем детском стихотворении «Почта», сделав главным героем. В этом стихотворении письмо, посланное Житкову, везут за ним по миру через Германию, Англию и Бразилию, но никак не могут вручить. Борис Житков попробовал себя чуть ли не во всех литературных жанрах. Он написал почти 200 произведений, рассказы, повести, пьесы, романы, очерки, книги о технике, статьи о детской литературе. Искал, изобретал, всегда и везде оставался вечным Колумбом. Книги Бориса Житкова не забыты. Малыши знают его короткие рассказы и книгу о путешествиях Алеши по Чемучке. А те, кто постарше, читают морские истории, рассказы о животных и повести Житкова. Борис Житков по-прежнему любимый писатель.